Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Стремление за модой – это грех? С одной стороны, мы знаем слова апостола Петра из его первого послания, из третьей главы. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Поэтому, конечно, стремление быть модно очень одетым вызывает вопрос, зачем, кому ты хочешь показаться. В нашей традиции, к сожалению, очень принято долго женщине себя наряжать, украшать, выходя на работу и на улицу, и не следить за собой, когда рядом муж. Так это неправильно. И, вы знаете, мне, как священнику, приходится иногда на исповеди говорить, женщина начинает рассказывать о том, что вот с мужем какие-то проблемы. Я говорю, прямая спина и широкая улыбка, и половины проблем не будет. Вы станьте такой, как он вас полюбил, принесите себя ему, а почему-то другим людям. Да, причем мода иногда может быть очень соблазнительной. И тогда придется отвечать за то, что кто-то, глядя на тебя, а ты решила так одеваться, вот он впал в грех. Потому что Господь сказал, что горе тому, через кого приходят соблазны. Поэтому, конечно, христианка должна быть одета скромно. Но это не значит, что неопрятно или неряшливо. Потому что рабочий коллектив, люди, с которыми ты на работе сталкиваешься, небрежность и неряшливость в одежде могут прочитать как пренебрежение к ним. И это неправильно, так нельзя. Мы должны все делать, христиане, по возможности, на пятерку. На первом месте Господь, но мы должны во всем стараться. Мы должны быть прилежны во всем. И поэтому, если, допустим, женщина работает где-то в общественном месте, где она принимает людей, она должна показывать своим видом, что она этих людей уважает. И уважает тот коллектив, в котором она находится. Но это все равно должна быть скромная одежда. А мода может быть и неправильной. Например, мода на наколки. Мы знаем, что это противоречит Библии. На наколки. Зачем их тогда делать? Или мода может быть очень распущенной. Тоже не для нас. А сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого, молчаливого духа. Как удивительно сказано. Вот чему надо следовать. И когда женщина молится, когда она собрана внутренне, когда она хранит целомудрие, она вызывает доверие и уважение у других людей. Как такая цельная, сильная личность. Потому что, вот смотрите, заблудший человек, блудить, это потерять путь. Распутный человек, это когда человек не знает, куда идет. У него много путей, слишком. А это описывает не цельность личности. А человек собранный и целомудренный, это человек, который знает, куда идти. И как идти? Человек, который идет в Царство Небесное Господу. Вот христианка должна быть такой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.